Я в Сиднее. Когда-то это была моя мечта. Я очень хотела быть тут. Если вы считаете, что ваша мечта реальна, она будет реальной. Если вы считаете, что ваша мечта нереальна, вы выйдете тоже правы. Мечтайте по-крупному, и мечты осуществятся обязательно. Действуйте. Как бы сложно это ни казалось, мечты всегда придут. Приведут вас к тем местам, к тем событиям, которые вы себе в космос отправили. Если кто-то это сделал, значит, кто-то это может повторить. Если это сделали десятки людей, сотни тысяч людей, значит, это реально. Наша жизнь прекрасна. Она дает столько возможностей. Используйте их. В Арифлейм у нас три возможности. Самое первое, самое легкое, на что я пришла в компанию Арифлейм, это просто дисконтное потребление, быть потребителем, не переплачивать посредником. Это колоссальная экономия, и за 15 лет я сэкономила на однокомнатной квартире, пересчитав. Если интересно, можно посмотреть видео в Ютубе, где я считаю, рассчитываю. Второе, это быстрые продажи. Ну, я не продавец, я считаю, что нужно продавать по-крупному, но в то же время быстрые продажи, это где-то 1000 рублей в час. Показали каталог, вот вам и денежки, и расход. Маленький доход, там, 5-10 тысяч рублей, это перекрытие ипотеки, какие-то там покупка платишек, подарков, игрушек для деток. И реально какая возможность? Это работа, создание, привлечение клиентов в интернет-магазины, которые оптом будут покупать у себя, не переплачивать посредникам. Так создаются миллионы товарооборота. Конечно же, это профессия, которой нужно учиться, как любая другая. И на бегу, сходу, вот здесь так не расскажешь. Когда вы приходите в Арифлей, не ставьте себе маленькие мечты, цели. Как минимум, золотой директор. Что такое золотой директор? Это доход от 50 от 60 тысяч рублей. Это путешествие раз в год со своими партнерами. С двумя, то есть со спутником у вас идет путевка в разные страны мира каждый год. Ребята, это стабильность. И приходя в Арифлей, не ставьте себе цель только просто уровень директора. Иначе это только вы зарабатываете. Нужно сделать так, чтобы ваши партнеры, ваша команда получала доход. Давайте подумаем, как стать золотым директором. Прежде всего, разбить большую цель на маленькие цели. Например, директор, первый ваш директор. А теперь разобьем эту цель напополам. И представим, что у вас в команде 5 мотивированных человек, кто хочет добиться успеха. Разделите на 5, сколько это будет. И сколько вам нужно каталогов прирасти. Какие вам действия нужно делать ежедневно, чтобы получить ту цель, которую вы хотите. Ребята, всё в нашей голове. Рекрутируйте ежедневно. Научитесь проводить свои презентации. Неважно, какие они будут вначале. Самые первые презентации. Они могут быть смешными. Но главное, чтобы они были от души. Мои первые презентации были такие. «Пойдём со мной. Просто пошли со мной. Давай, да это так выгодно. Всё, когда у меня горящие глаза, люди за мной шли». Я им не рассказывала обо всех возможностях компании. Потому что изначально, когда им говоришь, что здесь нереально, можешь зарабатывать 100 тысяч, 200, 500. Кажется нереально. Но когда вы показываете каждую возможность, что это реально, что каждая ваша ступенька, и вы достигаете какого-то успеха, люди начинают верить. А дальше вас начинают повторять партнёры, команды. Это так здорово, что вы достигаете успеха вместе. Ребята, стремитесь к большим мечтам. У нас жизнь одна. Её нельзя переиграть, заново родиться. Может быть, когда-то где-то. Но вы должны её прожить так, чтобы потом, когда вам исполнится 40, 50, 60 лет, вы не ревели в подушку, что жизнь прошла. Кто-то что-то достиг. Ваши дети говорят, «А почему мама, ты такая бедная, папа, ты такой бедный? Почему я не могу себе позволить это, это?» Да? А потому что в своё время, когда у вас был выбор что-то делать или что-то не делать, вы выбирали самый лёгкий вариант. И помните, что да, сложно чего-то добиться в бизнесе, да? Да, сложно какие-то препятствия делать, дискомфорт, да? Но трудности, потом трудно реветь, да? Либо у вас трудность, вы преодолеваете, либо преодолеваете потом её. Ребята, вот что бы вы ни делали, думайте каждое утро. Каждое утро вы можете делать какие-то действия, да? Думайте, планируйте, что вам принесёт успех в будущем. Когда-то побывала первый раз на Канарских островах, я увидела бабушек, дедушек в возрасте там 70-80 лет, и я поняла, что я хочу быть такой пенсионеркой, не доживать на какие-то крохи, а реально кайфовать и путешествовать по миру со своим любимым человеком, со своим супругом, за ручку, и медленно, размельно, сидя в кафешечках, сидя на берегу какого-нибудь залива, прекрасных видов. Пока мы молоды, пока мы здоровы, мы можем с вами обеспечить своё будущее сейчас, а потом кайфовать и наслаждаться, сделать свою пенсию сейчас, а не потом, отложить свой минимум 1 миллион неприкасаемого дохода уже сейчас, а не потом, получать дивиденды уже сейчас, а не потом. Есть такая фишка 10% своего дохода, нужно откладывать. Попробуйте это сделать прямо сейчас, немедленно. Заработали, отложили. Там такую фишку, что можно сделать трёхлитровую прозрачную банку с крышкой железной и туда складывать свои копейки. Так будет визуально. Сначала копейки кажутся прямо копейками-копейками, ваш доход, а потом всё больше, больше, больше. Вот она банка с вашими деньгами, первый запас, а потом расчётный счёт банки, неприкасаемый. И вот потом ваш первый миллион. А потом будет ваша первая инвестиция в однокомнатную квартиру. Потом первая инвестиция ещё куда-то. Это помимо того, что вы будете иметь свою недвижимость. Ребята, ну и, конечно же, конечно же, вы будете смотреть мир своими глазами. Не в Орёл и Решка. И вы будете путешествовать не одни, а с вашей семьёй, с вашими партнёрами, с вашей командой. Мечтайте, действуйте, ребята. Мир прекрасен, возможностей много. И только от вас, от каждодневных действий будет зависеть, как ваша жизнь пройдёт. Продолжение следует...